Таджикистан становится похожим на диктаторский Туркменистан. Насмотрите это видео до конца и вы узнаете, как и где Имамали Рахмону хотят установить золотой памятник. Подписывайтесь на наше обновление и будете в курсе всех последних событий. Газета Таджикистан опубликовала два материала, авторы которых считают, что президенту Имамали Рахмону нужно установить памятник. Пока непонятно, пользуется ли такая идея поддержкой, но со временем, скорее всего, такое может случиться. И за этой инициативой, возможно, стоят официальные власти. На прошлой неделе Таджикин Курбонов, отличник печати Таджикистана, опубликовал статью с призывом установить памятник действующему президенту в Данганаринском районе. Вслед за ним 8 ноября это же издание опубликовало статью известного таджикского писателя Зарифа Гулума о том, что Имамали Рахмон родился в селе Конгурут, Тимур-Маликского района, и что установить ему памятник следует именно в этом селе. Эти два предложения вызвали горячие дебаты по поводу статуи человека, которого называют лидером нации, основателем мира и национального единства. Как правило, большинство предложений в части президента Таджикистана, включая присвоение ему статуса лидера нации, начиналось с одного-двух таких предложений в прессе. Зариф Гулов, один из авторов предположения, сказал, что он просто хотел выразить свое мнение, прочитав другое мнение. Я прочитал статью, подумал, что памятник нужно ставить там, где родился этот человек, и написал свое мнение. Он уже 30 лет руководит нашим народом, он лидер, и с такой тяжелой ситуацией спас народ, и поэтому воздвижение памятника – это знак высокого уважения к такой исторической личности. А как вы относитесь к такой идее? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Соревнования, кто больше польстит. Например, в Казахстане установили памятник бывшему лидеру этой страны Нурсултану Назарбаеву. Хотя он и заявляет, что ушел с поста президента, Назарбаев по-прежнему занимает ключевые посты в этой стране в качестве председателя Совета безопасности и имеет значительное влияние на решения правительства. В Туркменистане также установлен памятник президенту Туркменистана Гурбангулы Берды Мухамедову, известному своим строгим режимом. Он отливается золотом на солнце. В честь Мамали Рахмона, который правит Таджикистаном с 1992 года и является одним из старожилов среди политических лидеров Центральной Азии, пока не установлено ни одного памятника. В законе о лидере нации, основоположнике мира и национального единства, есть специальный пункт о возведении памятника Мамали Рахмону. Однако при этом указано, что памятник должен быть возведен после смерти лидера нации в столице Таджикистана и в регионе, где он родился. В законе при этом не уточняется, разрешено ли возведение памятника президенту при его жизни. Шакир Джон Хакимов, таджикский юрист, считает, что в нарушении закона, в условиях, когда культ личности распространяется все больше, реализация таких предложений возможна. К большому сожалению, между чиновниками сейчас идет своего рода соревнование. Кто больше польстит своему первому лицу в государстве? Каждый из них хочет привлечь внимание к себе любым способом, каким только может, своими инициативами. Кто-то пишет хорошую песню, кто-то пишет хорошие стихи или сочиняет небылицы об этой личности. Все это превратилось в нехорошую тенденцию, отмечает Хакимов. По словам этого таджикского правоведа, в Таджикистане такие предложения обычно делаются от имени жителей или писателей и других общественных деятелей. И они всегда вызывают общественный резонанс. Некоторые утверждают, что сам Рахмон в прошлом не приветствовал установку памятников, так как в Таджикистане обычно памятники принято устанавливать только для усопших. Но он также выступал против размещения своих фотографий на улицах и в других общественных местах, но затем словно умолк. И его огромные портреты заполнили все места. Абдумалик Кадыров, таджикский аналитик, считает, что возможно общественное мнение о том, что статуи возводятся обычно усопшим, повлияло на принятие решений и на более высоком уровне. С другой стороны, по его словам, мы часто следуем тому, что делается в России. Раз у Путина нет памятника, то здесь тоже считают, что в этом нет необходимости. Я не думаю, что это хорошая идея ставить памятник человеку при его жизни. Авторы же предложений об установке памятника Имамали Рахмону считают, что их предложения обязательно должны быть реализованы при жизни президента. Зариф Гулум говорит, что мысли о том, что устанавливать памятник живому человеку нехорошо – это суеверие. По его словам, он не отправлял официально свое предложение в правительство, но многие хотели бы, чтобы эта инициатива была реализована. Имамали Рахмон находится у власти почти 30 лет. Его сторонники говорят, что окончание гражданской войны в Таджикистане и восстановление экономики – это заслуга президента. Однако критики утверждают, что президент сделал правительство семейным делом, подавил оппозицию, не смог преодолеть коррупцию в стране и вверг страну в кризис безработицы и миграции. Между тем, некоторые международные СМИ отмечают, что, глядя на памятник Исмаилиса Мани в центре Душабе, можно уловить знакомые черты лица президента страны. А как вы относитесь ко всей этой ситуации? И как вы думаете, как скоро будет установлен этот памятник? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!